Сейчас мы с вами посетим одну из бань. Это единственная русская баня на солнечном берегу. Познакомиться поближе с ее работой, особенностями, традициями. Нам это интересно. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, как вас зовут. Виктория, ну вот расскажите, когда спрашивают, есть ли в Болгарии русская баня? Да, мы долго искали в Болгарии русскую баню, но так ее и не нашли. Так как супруг очень любит баню, мы решили сделать ее сами, своими руками. Супруг это все делал сам. Здесь у нас все в конно-русском стиле, для русскоговорящих и украинцев, и для всех, кто любит, чего душа требует, чего здесь нет. В Болгарии, кроме хамамов и сау, нет ничего, но наша душа любит что? Варилку, веники, вкусные пиво с сушеной рыбой, чебуреки и пелемени. Это у нас все есть. Так что милости просим. У нас очень удобно, комфортно и по-домашнему. Все, кто сюда приходит, говорят, как будто дома побывали. Слушайте, Зорва, а вот вы мне скажите, пожалуйста, вот вы работаете круглый год, получается, зимой и летом, да? Да, всегда. А есть у вас какие-то разницы между летом и зимой? Летом больше народу, потому что все русскоговорящие, которые живут за границей, кто-то в Германии, кто-то в Бельгии, кто-то в Австралии, кто-то в Америке. И те, которые знают, что париться нужно круглогаллотично, тело должно чиститься всегда. Зима это или лето не имеет никакого значения. То есть они всегда ищут ваню, где ваню не находить, на отдыхе. Есть такие, которые приезжают сюда на три месяца и живут здесь, у них своя недвижимость, опять же, и они все равно каждую неделю ходят в бар. Здорово. А здесь у нас еще очень любят собираться группами, праздновать дни рождения, потому что есть караоке, нарды, карты, шахматы, шашки. Собираются своими компаниями какие-то дни рождения, потом просто бизнес-встречи делать в такой атмосфере, что никто никому не мешает. Ну хорошо, вы мне скажите, пожалуйста, вот есть у вас адрес, который есть в набитный навигатор, и таким образом можно сказать... Отель в сезоне 3. Отлично. Ну, вы знаете, мы сейчас своими друзьями пришли к вам и сделаем, конечно, такие процедуры, которые, я думаю, нам понравятся. Да, я буду вас фотографировать на нашем кабеле. Ну, спасибо большое, я думаю, мы тоже посетили русскую баню и целенаправленно, и я думаю, нам тоже все понравится, и мы можем вам... Да, вы сейчас попробуете, попаритесь, захотите кушать. Я вам предложу пилимешки, чебуречки. Отлично. Ну, замечательно, действительно, хорошая атмосфера у вас. Ну, тогда мы с вами не прощаемся, чуть продолжим после того, как мы испытаем вашу парилку. Спасибо. Ну, все тогда, да. До встречи. Ну, в данный момент мы уже провели сколько времени? Час времени, да? Час. Час времени. Что скажете? Все красные, все... Шикарные. Да. Здоровье. Здорово, да? Ну, вот. Ну, получается, в Болгарии, конечно, нет зимы, как бы, да, но все равно, все-таки иногда бывает прохладно, да? Да, здоровье, конечно. Вот, вот мы... Вот, косточки погреть. Вообще супер. У нас такая вот компания, которая... Да, что скажет Диана? Дианочка, ты сколько раз была в русской бане? Первый раз? Или десятый? Первый. Первый. Ну, вот, смотри, пельмени, видишь, как делают, готовят пельмени. Пельмени вкусными угощают, обалденными играми. Потом будут чебуреки. Вот, и чебуреки, Даша, нас ждут, чай, да? Это все домашнее, все самоделанное. О, слушай, Виктория, вот все здорово, на самом деле. Вот, вообще супер, замечательно. Вот очень хорошая, правда, атмосфера. Пусть она попробует, подожди, пусть она попробует, и что она скажет, да? Ну-ка, попробуй. Диана, это вкусно. Су-су-су-су-су-су-су. Ты подожди, ты еще раскуси хотя бы. Не горячие? Горячие. Горячие. Вкусно? Здорово. Это любимая детская фастфудовская еда. А вот можно, Виктория, еще такой спросить вопрос, который, я так думаю, многим будет интересен. Вот вы мне скажите, вот ценник, который, вот как на час, на два, на сколько вот это? У нас ценник какой? Есть индивидуальные, которые в своей компании снимают, ну, например, чтобы никого больше поставить. А есть такое, что, например, суббота, дни такие, что звонят люди, я один, я одна, там, можно как-то вот сгруппироваться с кем-то. Я звоню всем, кто по одному, они всем приходят. То есть у нас 10 лет, у нас часто человека, это только парил. То есть вы часто сидите паритесь, потом вы попарились и хотите просто покушать. То есть вы уже за парил, вы просто платите то, что вы перевариваете, там, перемешки, чай, речки, пиво, чай. И можете уже сидеть, сколько вам захочется. Слушайте, это замечательно. Не выгоняет все-таки, да? Работим до последнего друга. У нас клиентов нет, у нас все друзья. Отлично. А вот что касается беников, вот вы мне скажите, пожалуйста, они у вас есть. И плюс, если компания заказывает парильщика, мой зуббук это все делает. Организует. Да, он сам парит, причем парит, это профессионально, просто любитель, да. И тоже услуги поднесут. Ну, замечательно. Знаете, вот действительно, мы провели здесь час времени и прям вообще приподрились. Да, время прилетело незаметно и прям вообще замечательно. Да, замечательно. Ну, хорошо тогда, тогда продолжаем даже париться. Да. Ну, как, силы еще есть на третий час оставаться? Да у нас и на тему еще есть. Еще остались? Ну, вот подкрепимся чебуреками, да? Да. Яночка, как тебе фигурек? Скусно. Скусно? Горячий. Горячий, да? Скусно. Ну, здорово. Хорошо отдыхаем? Виктория, наша дружная компания хотела вас поблагодарить за ваше гостеприимство, за хороший пар, за самую, какая есть настоящая русская баня. Спасибо вам большое. Спасибо. Пожалуйста, приходите к нам еще, будем очень-очень рады. Спасибо. Ну что, туда до встречи. До встречи. До свидания. До свидания.